Ripple. Что это за криптовалюта и какие у нее перспективы? С вами Дмитрий Карпеловский, проект Криптонет. Эта валюта привлекает все больше внимания, чем больше развивается криптоэкономика. Ведь она олицетворяет в глазах многих интеграцию криптоэкономики и классических финансовых систем, классической банковской системы. Монета Ripple объединила вокруг себя и подписала контрактами сотни банков, которые теперь обмениваются друг с другом для, например, трансграничных платежей или каких-то взаимозачетов не фиатными деньгами, не долларом, не евро, не иеной, не юанем, а обмениваются криптовалютой. Удивительно, но это действительно позволяет им экономить существенные деньги на комиссиях и на каких-то внутренних платежах. Более того, это сильно упрощает для них юридическую сторону вопроса, ведь они обмениваются фантиками, а не ценными бумагами или настоящими деньгами, что в юридической плоскости и в банковском секторе весьма проблематично. Таким образом, Ripple решил насущную проблему для банков, но полезен ли он для инвестора? Очень неочевидно. Дело в том, что большая часть монет Ripple принадлежит самим совладельцам компаний, а значит, есть очень высокая доля манипуляций и, скажем так, их высокая заинтересованность в манипуляциях на открытых рынках с монетой Ripple. Более того, контролируют оборот этой монеты в первую очередь банки, которые сами являются крупными держателями и тоже вроде как заинтересованы, по крайней мере, время от времени в подобных рыночных манипуляциях. Получается, что монета не является по-настоящему децентрализованной. Капитализована она при этом достаточно сильно. Несмотря на то, что отдельно взятая монета стоит очень мало, мы должны смотреть на общий объем монет в обиходе, а их в разы больше, чем, например, биткоина. Таким образом, мы получаем очень высокую капитализацию экосистемы Ripple в целом. При этом прямой привязки между Ripple и его успехами в банковской сфере нет. Как такова эта монета лишь олицетворяет нашу с вами веру в то, что эта интеграция важна для криптоэкономики и что роль этой интеграции и компании Ripple в ней будет расти. По факту же, какой-то ключевой ценности сама монета Ripple экосистеме не несет. Отражая таким образом наш спекулятивный взгляд на вещи, она достаточно часто сильно взлетает и сильно падает. Может находиться в просадке очень продолжительное время. Поэтому для инвестирования, как отдельно взятая монета, Ripple приспособлен плохо. Но Ripple, являясь важной инфраструктурной частью и отвечая за важный для криптоэкономики сектор, хорошо ложится в портфельную стратегию. Потому как растет и падает он в отрыве от остальных рыночных условий, реагируя на спады и взлеты рынка несколько иначе, чем это делает биткоин, эфириум и другие топовые монеты. Кроме того, эта монета очень давно на рынке зарекомендовала себя. Определенным образом ее стабильность все-таки подтверждает профессионализм команды и важность этого сектора для криптоэкономики. Держите монету Ripple как небольшую часть вашего общего криптовалютного портфеля. Она будет крайне полезна на ребалансировках. А ее время от времени происходящие взлеты и падения помогут вам в том числе компенсировать другое инновационное развитие в рынке. Ripple будет более хорошо реагировать во время вычьей эйфории на остальных монетах. Он тоже будет расти, но он будет оставаться такой спокойной гаванью, он не будет настолько спекулятивно интересен. В моменты же просадок Ripple может реагировать даже активнее, чем весь остальной рынок, как мы это видели в начале 2018 года. Таким образом, для ребалансировки этот актив интересен как некое такое буферное звено. Более того, в долгосрочной перспективе у Ripple есть все шансы расти и расти достаточно активно. А вот краткосрочные спекуляции с Ripple крайне не рекомендованы из-за высокой степени манипулятивности этого рынка. Из-за того, что на самом деле краткосрочно ценность Ripple как компании не может быстро скакать. А вот рыночная цена Ripple может, что создает дисбаланс между ценностью и ценой и может раздувать пузыри, либо создавать определенный дефицит. Таким образом, я бы рекомендовал все-таки оставить эту монету исключительно для портфельной стратегии и не пытаться ее трейдить, либо не пытаться как-то отдельно выезжать, если вам кажется, что она должна взлететь. Текущая цена Ripple уже включает все известные, в том числе в узких кругах, факты, какие-то чаяния, надежды и опасения. Поэтому, если вы считаете, что она должна взлететь в разы, задумайтесь о вопросе, чего вы знаете такого, чего не знают все остальные. Если у вас нет ответа на этот вопрос, лучше оставьте Ripple в стороне. Это хорошая доля многих-многих инвесторов пару месяцев просидеть по просадке в Ripple, опасаясь или ожидая, что вот-вот что-то изменится. По факту же эта монета только в долгосроке до сих пор показывала интересную динамику. В краткосрочной перспективе почти всегда оставалась убыточной для инвесторов. Если вы хотите знать больше о монетах, погрузиться в тематику глубже, разобраться в разных стратегиях применения одних и тех же монет и как их комбинировать в рамках большого серьезного профессионального портфеля, приходите на мои бесплатные открытые мастер-классы. Оставайтесь в теме, подписывайтесь на наш канал на YouTube и получайте уведомления каждый раз, когда выходит что-то новенькое. Для этого достаточно всего лишь поставить колокольчик, и вы не пропустите очередную полезняшку. С вами был Дмитрий Карпиловский. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok